Когда мне было 4 годик, родители на Новый год подарили мне детский педальный автомобиль. Это был «Москвич», который изготовили в Москве на заводе АЗЛК 1984 года. И потом, когда уже находясь в осознанном возрасте, я достал его из отцовского гаража, я решил его восстановить. Начал его восстанавливать, стал интересоваться, какие были еще педальные автомобили в эпоху СССР. И таким образом меня это заинтересовало и увлекся коллекционированием. Я думаю, что как раз-таки самый интересный экземпляр – это автомобиль ЗИС, который сделали на заводе имени Сталина в Москве. Он полностью в аутентичном состоянии, его не тронула рука реставратора. Он сохранился благодаря тому, что у него сломался механизм педальный и, видимо, не эксплуатировался. Автомобиль изготовлен в городе Куйбышеве в 70-х годах. На сегодняшний день я встречал этот автомобиль только на фотографиях, которые встречаются на просторах интернета. И многие детали при восстановлении были скопированы именно с фотографий, такие как бампер и руль. Каждый автор, кем он себя не считал, инженером, художником, производственником, пытался найти какую-то тему детскости. У него был свой образ детства, образ потребителя, ребёнка. И разными приёмами он использовал. То какие-то тайнички, секретики, там, в багажнике, куда можно спрятать яблоко, звоночек, гунбочек. А в Советском Союзе, конечно, в 20-х, в конце 20-х вот эти вот первые автомобили, они часто распределялись, они продавались в разные коллективы, детские сады, какие-то чини, детские распределялись. Более того, они были идеологизированы, потому что были пробеги педальных автомобилей от Кремля куда-то там далеко. Что-то всё работало на образ, образ молодой страны, так сказать, всё в дело шло от больших автомобилей до малых. Это действительно объект искусства. Это действительно, кроме всей лирической части, это очень интересная предметная история. Вот если взять там самую раннюю работу, это цунжавый автомобиль 30-х годов, но по пластике, по формообразованию он очень интересный. Эти объёмы срезанные, эти какие-то отношения динамических форм, это просто вполне может существовать в едином какой-то экспозиционном ряду с объектами конструктивистскими или посткаблистическими. На больших, скажем так, выставках. Для широкого зрителя это, конечно, не кармельное ощущение мечты, ощущение будущего, ощущение счастья, каким оно было для детей нескольких советских поколений. Продолжение следует...